О, вижу, дорогие мои, слава Богу. Ну, что у вас там, как? Листаш воскресел. Воистину воскрес. Слава Богу. Трудимся. Слава Богу. Так, ну вы знаете, что я получил продукты. По-хорошему я бы мог уже выезжать к вам. Но мне надо сейчас все хорошо обдумать, как у меня там будет прибор работать. Ну, вот здесь вот в интернете. Будет ли такая возможность, или опять начнут на меня там мне приставать, выдумывать, считать там не полный месяц, там без двух дней. Я даже не знаю как. Ну вот пока нахожусь здесь. Важность. Работа находится, тут больше времени. Я-то все, что я вам там приеду сейчас сделаю-то? Уж до 10 июня, как всегда было, наверное. Вячеслав там готовый. Вам, Игнат Тихонович, может симку купить вам сюда, в этот, в, как он называется-то? Ну, для этого, для интернета, мегафоновского. А что мне сделать-то, чтобы нормально работали, как-то учитывали ночное время? Раньше было такой ночью, меньше высчитывает. Я уезжаю здесь, отключить не могу. Наружное наблюдение. Я плачу здесь полную и там. Это ни у кого нет такого, чтобы дважды платить за одно и то же. А у меня вот так получается. Раньше я как-то отключал, а Виктор говорит, нельзя, наружка отключается тогда. А она нужна. Ну, что делать-то? Как? Какой? Ты мне напиши, какой мне избрать? У тебя какой? Каждый год ты берешь, у тебя опыт. У меня-то никакого я сам не делаю. Я тогда скажу. Я уже с Еленой договорился, что она, может быть, возьмет у Андрея, у зятя, своего машину. Ну, и ты мне не написал, кроме гречки и рису. Те, которые у тебя есть, там мука, что захватить сколько-то? Ну, можно, да. А крупы какие? Сейчас не так они дают. Которые только в мешках мука, а остальное все, не считая соли, в коробках, как растительное масло. И там разное написано. Рифленка мелкая. Ну, всех перебирать я не знаю. Я наберу сколько, а там видно будет. Ну, мы знаем, куда, если что, как. Все загрузили, все здесь разгрузили, положили, как надо. Я еще не написал, что этих, ячменных этих хлопьев нету, Геркулеса. А вот не написал. А теперь надо дополнять. Теперь, что теперь? У меня это, у меня Лена спрашивала, Голодыщук, я ей сказал уже об этом. Да? А что у тебя сегодня едете? Ну, нет, первого числа. Первого числа у меня будет. Договорили в следующую среду. Ну, инструктор так решил, говорит, что это другие будут заниматься. Делайте, молитесь крепше. Тренируйся каждый день, выделяй хотя бы по часу. Да там уже на какие-то воображения, там такой-то свет. Вот Николай-то рядом. Ну, смотри, у нас сколько же сестры на машинах ездят. Да на дороге-то сколько их? А то вот скромно стоял. Да он ездит нормально. Вот само сидит уверенно, едет, все хорошо. Да-ка тебе домой зачем уезжать-то? Живи здесь. У него все будет хорошо. Как жертвенность. Там этот Вячеслав готовит там свою команду. Просатся некоторые. Ну, все, дескать, все из бородой, все. Но я молюсь, и сердце не расположено кому-то разрешить. Он, я хочу приехать, я изменюсь там. И главное, на утреннюю молитву приходит человек всегда. Я написал Вячеславу, он говорит, у меня такое же чувство. Отложить хотя бы на год, а там видно будет. Вот такие дела. Так-то все, слава Богу. У меня слышал, нынче был один голубок вырос, с шиньончиком. Белый, ни одного пятнышка нету. И я его все время брал, ну, он как ручной. Ну, он долго сидел тут, и родители снова яйца уже отложили. А он, то ли они его поили водой, и он стал слетать. И в субботу, видимо, слетел. Я из церкви-то выхожу, а коты его доедают уже. Одни крылышки остались. Он их не знает. Ну, я тут посоветовался, я разгон дал этим котам. Так что, кое-кого не досчитается. Я увидел, кто главный, и кто в прошлом году у меня. Там не меньше 20 слопал и застудил еще я и сколько. Ну, а эти сейчас посмотрел, вот эта кошечка, эта белая. Ну, она хорошая. Гляжу, вчера гоняется за голубями. Я ей наказал, смотри, не лезь, иначе у меня выбора никакого нет. Кошек, туча, а у меня всего 8 голубей. Ну, и два вот этих черных. И главное, она, голубка-то, эти годы-то садилась на гнездо. И нынче она садится, он ее топчет, все как положено. И она начинает парить их, в декретный отпуск уходит. Проходит неделя-другая, я руку под нее суну, пусто. У нее инстинкт-то срабатывает, а что у нее яйца не получаются, нету. И он ее любит, видно прямо, хозяин-то. Ну, я тогда нынче взял от одних, от других, там от белых, и под нее положил. О, сколько у нее любит. Ни пить, ни яич не вылазит. Если бы все так работали, имена льня, сица сдохла бы. И вот они вывелись. А теперь она уже, глаза у них открылись, а она все на них сидит. На улице температура такая, и она еще греет их. То есть у нее понятия этого нету. Я ее только выброшу вот так вот, выну ее, беру, она кусает меня, бьет крыльями. Я ее выпущу, она только здесь рядом крутанется и меня в пальцы бьет. Пропусти меня домой-то. Я ничего не могу сделать. Пошел вечером смотреть, она рядом сидит, но одного придавливает. Я вытащил и тогда кирпичами заложил туда вход. Ну, если она сидит на них, у них ноги-то не могут расти. Они вот такие вот, калеки растут. То есть они погибнут. И я ее утром-то только как кирпичи убрал, сейчас пока считала, Ольга, Евангелие-то, я быстренько туда. Ну, и кинул там семечек, одну горстку всегда дают. И она увидела, что открыто видно, так ломанулась оттуда. Я уж не стал смотреть, как она, и надо кормить. Вот в природе даже как. Вот такая. А я ваши голубей открыл, а они ни один не вылетают. Настолько привыкли сидеть там, ни один не вылетает. Теперь лестницу не ставь там. По лестнице сразу кот туда в прошлом году забрался и слопал. Повали на пол. А так они без лестницы, им туда не попасть никак. Ну, пускай открыто пока. Не вылазит уже. Я уже недели-две открыл, ни один голубь не вылетает. А они, видишь, стали такие. Ну, нельзя зимой-то. То колонок залезет, то сова сколько раз залазила. Виктор там ловил, там порядок наводил. Она залезла, сова-то, и лупит их там. Колонок один раз на первом... Нет, там на балерине было, залез. У меня было там шесть пород разных голубей, мне дарили. Он их всех до одного за ночь порезал. Я, говорит, зашел на полу крыльями распростерто. Он их перекусывает горло следующего. Он запах-то слышит где? Ни одного не оставил. Видите, даже заплакал, говорит. Ну, и Бог милует нас. Они могли бы здесь, знаете, но, видимо, запах вниз не идет. Надо хорошо забивать все дыры, которые есть вокруг. Там, с той, с крыши. С этой стороны-то он не залезет. Так думаю. Ну, вот так. Такие наши дела. Виноград тут потянули. Вы виноград-то маленько подрезали, нет? Нет, не подрезали. А подрежьте. Вон, сестры наши все это с секатором привязали. И вы подняли его, нет? Нет, еще не занимались. Так уже поздно. Так как? Он надо поднять. Там же мы потом будем искать. Это не трудно совсем. Два столба там, которые заново, и натянуть там между ними нитки, проволоку, что угодно-то. Ну, и поднять, а потом и лишние ветки обрезать. Ну, так делает. Я не разобираюсь. Ну, вижу, что наши обрезали уже все. Сажает траву там с корнем, выкапывает лопатой. Вот такая работа идет. Ну, что? Я рад, что вы не исхудали. Просатся, которые, ну, приедут хотя бы дней на 10, на 5 пораньше, в июле. Позанимались. Немца-то купил, ватер, билеты купленные с женой. Ну, все, никак, никак. Пришлось все сдавать. И теперь там с священником познакомились. И договорились, что будет крестить их в реке. Чтобы руками-то не хватался, не крещен. Но я говорю, все равно он будет что-то выдумывать, священник. Если он сам моченый, не крещеный, он на другом уровне, думаю, он не считает ни за что. Я посмотрел, греческие крестят как. Все до одного крестятся вот так вот. Вот так вот. И вот здесь вот так. Даже руку не поднимают. Патриарх вот до сих пор поднимает. А эти никуда. Вот как пояс у меня есть. И которые прихожане крестят, и они так же. И вот так вот берет, там, в Грузии, ребенка. Вот так поднимают вверх-то. Вот так головой вниз. Обкунул, потом поднимают. Ногами отдал. Следующий опять головой. Вниз головой туда, под воду его. И вот так. Вот так. Цирк, клоуны. А сатанеть надо полностью. Полностью не иметь страха Божьего ничего. И родители стоят. Они-то думают, так и надо. А вот мазать начинают там сбоку, колени. А что, у меня одного слова в Библии нету? Здесь написано определенно. А почему? И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. 2.38 Деяния. И 22.16 ему Савву говорит, стань, крестись и омой грехи твои. И поэтому в мире грехов-то не нет прощения. Да как же Бога не наказать-то? И удерживать меч Господний над кровью. Кто дело Господне делает небрежно? Священники. Ну я с голубями лажу. То ли оно Господне дело, то ли нет. Тут под сомнением. Но крещение-то явно, что это не уличное занятие. Католики не крестят уже тысячу лет никого. Да как то, что она спасется? Ну ясно сказано, погружение, баптизен, тауфе, на всех языках. Слово крещение нигде нету. Погружение. Кто верует во Христа и будет погружен. Встань, крестись и погрузись в воду. Крестись, открестись, погрузись. Батюшка-то вернулся? Нет еще. Ну путешественник. Нам без него плохо. Ну он когда? Это суббота у нас будет или у вас? Ну, скорее всего, у вас должен быть. Я это все заснял, чтобы показать. Такие интересные ролики ставят. Нашелся журналист, который по вызову был с одним важным человеком. Уже 30 апреля, день смерти Гитлера. Он сказал найти журналиста такого. Я ему все расскажу. Война проиграна. Его нашли в Швейцарии. Такого. И он все записал. Записал это, называют, когда скорописие делают. И это все лежало вот сколько лет. И недавно только наткнулись на это. Оно в архивах где-то было. И расшифровали. Расшифровали. Он говорит, да, проиграна война. Война проиграна, но идея не проиграна. Мы показали, как из праха можно страну поднять. Мы вырастили здоровых людей целое поколение. И сегодня об этом судят. И сейчас только ролик поставили. Кто же такой Ленин? Открыли такие архивы, показывает, где он. Когда пришел, кто его снабжал во время войны. Заботился о поражении страны. Кто это? Один из самых великих предателей своего народа. И что за этим было? И кто его финансировал? И с какой целью? Ну, это я знал, что новые документы будут найдены. Но они просто подтвердили то, что... Вот был священник Смирнов Дмитрий такой. И вот он говорил, его хоронить здесь не надо на земле. Его надо сжечь и во вселенной распылить по пылинке. Самый безобразный, самый страшный обманщик за всю мировую историю был. Не считая дьявола. По сравнению с ним, Гитлер, это детская игра. Это священник говорил. И я с ним полностью согласен был. Потому что сколько натворили. Простой вопрос. Четыре княжные, царские дочери, за что расстреляли их? Ну, конкретно. Они что, в политике участвовали? Нет. Что они, может, мужьям изменяли? Не замужние. За что, когда они работали в больницах с сёстрами милосердия? А мальчишка-то, ему 14 лет было, а в 16 врачи говорили, что он умрёт. Потому что у него гомофилия была, несмёртым из крови и прочее. Его за что расстреляли? Да и царя-то за что? Тем более царица, немка. А вот под корень всё резали. И теперь вот пошло под корень. Вот мне это было открыто. Когда я был летел, лет пять, наверное, я знал, что это отсюда. А раньше обычно говорили, и я говорил как-то, вот Ленин-то был бы живой, по-другому вроде было. Вот такой вот в школе учился. И в это время, вот Толя Петеримов, ты знаешь, Алевтинин муж. А у него отец был, Константин Анатолий Кузьмич, Кузьма Константинович, да. И он рассказывал, как была гражданская война, как он с Первой мировой ушёл, и как эти большевики всё отбирали, и сапоги даже снимали. Так что... Вот так и всё это. А для чего это знать? Для того, чтобы не обольщаться и новыми правителями. И вот сейчас вот у нас молятся некоторые, Господи, вот воюй друг к другу, уйтише. Я боюсь так молиться, чтобы не попасть под Иеремию 48-10. Прокрот, кто меч Господень удерживает от крови. А это в удерживании, так сказать. Примири, сделай по-другому. А как молиться? Да будет воля твоя. Люди воюют, но да будет воля твоя. Вот больше никак нельзя молиться. Нельзя. Потому что это от Бога. И проклят, кто меч Господень удерживает от крови. Ни победы не желай, ничего. Да будет воля твоя. Вот тогда вывернемся из-под этого проклятия. Близко-близко всё. Ну вот так. У нас это бензопила-то есть там? Есть. Надо как-то бы научиться. Да, Николай, может быть, ещё там пошарится. Который у тебя там пил-то набрал сколько, хоть выставку делай. Ну и посмотреть. Люди-то будут, будем работать. Надо думать, как засыпать. Трактор, я думаю, не надо будет катать. Надо, не надо, не знаю. Если надо, то только большой. А маленький вы не можете. Он лёгкий. И вот так идёт, вот так вот идёт. Когда подамбит. А почему? А я не могу ничего сделать. Она его перетягивает. А перетягивает, значит, нож вытыкается. А здоровый этот трактор, он идёт и ровно выравнивает. Ну это тысяч 60 надо только, чтобы привезти. У меня ещё нету. Вообще, вчера от Андрея привезла. Вот Андрея подарил творог. Творог я сама делала. Я не взял. Сёстры наши взяли. Я говорю, вы рассчитайтесь. Уже кормят. У него столько отходов. Он сейчас заказал несколько тонн, там, этого, из меня, долгого Андрея, этого сказать, Евгения Алексеевича. А я не взял. У меня нет ни рубля, я говорю. Она что там привезла? Молоко и творог? А? Творог. Творог. Нет, кроме творога, что-то там ещё было у неё. Молоко и творог. Ну вот, я не взял. Я не нуждаюсь этим. Ваше там привезённое было, там, рассчитается. Вот так. То есть я так, главное, для чего остаюсь, это продукты. И всё получено. По милости Божией. Ты мне там ещё раз осмотри, сколько с чего привезти. Поедем, мне надо машину загрузить будет. В какой день я не поеду? Видимо, всё-таки дотяну до десятого. Один вам там мешать, я думаю, только. А уже после десятого там люди будут подъезжать. Тогда там найдём. Хотя я работу себе нашёл бы и сегодня. Вот так. Главное-то, Камагорьиху-то не прорвало, не подмыло. А вот там-то какие дыры-то? На храмовом пруду-то. Чё-то надо делать. Я Гале говорил, загуляю, чтобы свозила она в Охотсоюз, чтобы прислали там охотников или кого. Зимой их можно было бы убрать. Они вылазят, видно, где дыра. Батюшка пройдёт. Так ты вокруг-то не ходили. Раз он берёзы пилит, он под водой. Но из-под воды, когда выходит, ему надо выйти, где-то дыру-то сделать. Сколько лет, и ни разу никто. Я и капканов столько напокупал с двойными дужками. Да видел там. Чё-то надо делать. Они же нас уничтожают. Смотри, что нынче запрудится пруд, и будет озеро такое. Я нисколько не сомневался. Всё обдумано было. Не тут-то было. Мне говорят, надо купить виброплиту какую-то, чтобы она удавила, дрожала ей. Ну, как на стройке, когда бетон, чтобы был плотный. Виброплита надо или не надо. Она от электричества или от... От воздуха. А? Воздушная, скорее всего. Не знаю. А воздушная? Кто и воздух-то будет. Она дает дрожание. Вибратор называется. Вибратор плоский. А там, когда на стройке, вибратор, он в виде, ну, как вот рука такой вот. Опускаешь туда в бетон, там, ну, и она плотно-плотно. И дальше там никаких каверн нет уже. Там дело в том, что со стороны воды подмывает все время глину. Вот мы изгород сделали на Симаковском, а там сильно подмыло. И она сейчас просто рушится, эта ограда, туда, в сторону воды. Вот дело, самое слабое место-то было. Что делать? Она очень... Не знаю. Там надо что-то серьезное делать. Там эти ветки не спасут. Там что-то как бетонированное какое-то надо делать. Ну, вот недавно я... А Бромко? Неделю-две назад... Ну? Я неделю-две назад с Виктором разговаривал с Савченко. Он говорит, там везде пруды у них во Франции, везде бетонные сделаны. Ну, это бетонное государство делает. А сейчас на порядке бетонное. Это разговор только. Тем более, когда они делают, бетонируют. Но не в воде. В воде-то оно сразу размоется и все. Да. Но мы-то не можем это сделать-то. У нас уже плотина сделанная. А то вот надо... Но дело в том, что... Она будет каждый год так размывать. Бесполезно вы будете это делать. Ну, а если так, вот в лагах там бывают кусты, это порубите туда ими. Плотно сделать, чтобы они дали ростки и все. Как на урывке-то едешь, когда она... Мы-то делаем сушняк вставляем. Ну, можно же это сделать. А машина, если ездит, она же не такая тяжелая. Понавозить оттуда, заострить и из него сделать забор. Вплотную. Ж. И все. Втыкать в землю, а потом жерзью придавить, чтобы никуда не шло. С наклоном в эту сторону. И она не будет промывать никак. А когда это будешь делать, то под них там это... С сеном, с соломой. Глюна. Просто опустить руки и бросить, ну, это проще всего. Вот. А они говорят, а это надо именять досками можно, досками. И вот так вот доски будут стоять. Идешь на досок, наберешься. А там, в лагах, там растут кустов много. И там надо их просто пилить. Ну, как на втором мостике. Ты же там пилил-то. Там выбрали, кусты-то нету. И здесь кусты просто сделать, чтобы много можно было наложить. И возить, заранее заготовить. И Игорь подъедет на машине, там кто теренит, и перекинет сюда. А здесь-то мы с ними разберемся. Дело в том, что на Симаковском, со стороны воды, там большие кусты растут. Самое главное, внизу размывают. А внизу кусты в воде не будут они там. Они засохнут, и все. Одни коряги будут торчать. В воде-то кто будет расти? Они засыхают от произбытка влаги. А самое главное, внизу-то и подмывают дамбу. Внизу. Но кусты-то эти, которые в ягнях, то они растут прямо в воде. Не знаю. Вы же видели, там на втором мостике вода в уровень поднялся, а кусты сразу засохли. Сразу засохли, которые в воде оказались. Ну, самый низ там на сколько? На метр-то можно поднять разный шифер. Там Павел говорил, у него там где-то там набранный, где-то на свалке в корчене посмотреть, где он брал. В другой раз съедите шифером с наклоном и придавите ее там жердью или чем со столбом. И все. А выше тогда натыкать там, где вода кончается уже, чтобы только сырость была. Ну, что-то же можно сделать? Для этого надо уровень воды понизить тогда, чтобы шифером заняться. Иначе как опустишь туда воду? Да никак. Какая-то есть туда воду-то и в ТК, и как мы там делали на храмовом пруду? Не знаю. Там кусты мешаются, там кусты будут мешаться. Попробовать можно, конечно. Ну, где кусты мешают, там небольшими обрезками, чтобы проходило. У нас же не целая шиферина-то. Ну, что-то можно делать, думать. Посмотреть. В самом-то начале-то не сделали. Теперь из этого положения. Дни прогресса, он опрокинул оплатину-то. Когда делали-то, сразу 3000 человек погибло. Не рыба уплыла, а люди. Заново начали делать. А потом враг приходит. Взрывать надо, чтобы потопить, что там внизу есть. Она же поднята на высоту какую. У нас-то все это игрушки. Некоторые советуют, но не понимаю. Я говорю, они как считают? Допустим, где-то там лог, сухое, с двух сторон. Когда мы будем делать, какой наклон? У нас вода с одной стороны, и с другой не подъедешь. Он сразу тонет трактор-то. Вот который был с отцом Яном, приезжал-то тогда. Он там специалист. Ну, вы это-то скажите. Он не слышит. Это на ровном месте, когда делают, и за пруду бульдозера ходят. А у нас-то ни с той, ни с другой стороны ничего нельзя сделать. Значит, у нас тут сложнее дело. Вот так. Я только сейчас сверху спустился. Эта голубка-то черная, это вывелись под ней белые яйца. А-то она их выпарила. Я его вытаскиваю, а она на меня подлетает, клюет между пальцами. Я вечером прихожу, а она опять на них сидит. Она не понимает, что они уроды будут, ноги у них выданы. Я на ночь гнездо заложил кирпичами. Сейчас пошел, скорее убрал. Она мгновенно заскочила туда. У нее детей-то никогда не было. А тут ребенок два, да еще она там с ума посходила с ними. Такая любовь. Тут у нас кое-на-кого жалобы идут. Есть одна душа такая, это Николай вчера написал. Никого не слушает, платок не надевает. А это меня не касается. Ну и что дальше делать? Я не вмешиваюсь. Это касается всех. Тем более сегодня у нас огромные материалы. Какой бы это. Речь идет о женском поле, женский пол. А тут на молитве без платка. Ну не у нас, там где они. А человек-то у нас был, крещение принимал. И вот так. Значит, еще у нас до первого. А сегодня у нас уже 25-е. Еще неделя. Это в какой день будет? В среда. В среда? Тоже в среду? Еще на неделю откидывают? Да. Да. Ну давай, там тренируйся. Она может быть и лучше. Потому что инспектор приезжает сейчас с другого города. Он очень-очень дотошливый и вредливый. А местный в отпуске, возможно, как раз и время подойдет, что местный будет. Он более лояль. А закон принимает сейчас других и других городов, что ли, здесь? В Мамонтово приезжает Солейская. Сейчас инспектор. Солейская приезжает. А тут местный находится в отпуске, в котором Мамонтовский инспектор. Да, вон что. Тогда его не будет, который сейчас приехал, а будет местный. Будет местный, да. Ну я тебе, ты маленько-то слушай, что я говорю. Поставь тебе задачу. В город не надо приезжать. Зачем тебе терять права? Они нечаянно раздумываются или еще-то робко так все это останавливаются. Они тебя сразу засекут. Я вот считал про одну бабку остановили, а едет под 90 лет. И у ней правов, оказывается, 60 лет и не было никогда. А то в Америке было. И ни одного нарушения не сделала. Она правой стороной плетется. Она слишком тихо ехала. Ее остановили. Проверять в начале. А она говорит, у меня ничего и нет. Уже этих инспекторов, уже не одно поколение примерло. Она все ездит. А в другом месте заметили, машина едет, а водителя нет. Ну срочно там остановили. А отец ушел, он сел пятилетний. Это его не видать там. Включил, выехал как надо. И шпарит. Я аварии не сделал. А Володя, он кроткий, смиренный. Он за рулем такой же. За рулем надо быть смелым. Заметь, как вот когда ездишь, наши дальнобойщики. Вот Николай Крущина. Он так раз уже на той стороне глядит. Он не ждет. Каждому свое. И поэтому это надо сделать. Ты же помнишь, у Андрея Устинова год назад или два телка потерялась стильная. Кто-то сказал, говорит, видели ее, она ушла. Он решил ее заколоть, а она сбежала. Из соседней деревни. Он поехал на урыбку, нет ее. Я пришел, нету, потерял толку. Я говорю, а давай помолимся. И ты пообещай, что ее не будешь убивать. И Господь ей положит на сердце, она придет. Ну, оставь. Она хорошая. Да, да, хорошая. Ну, что-то еще он решил убрать ее. Помолились. Она чуть не на следующий день сама пришла. Андрей, а там же этот, расспроси его все. Я говорю, так ты... Так, так было? Да, да, да. Да. Я говорю, так теперь-то ты ее не трогаешь? Нет. Я говорю, смотри, у нее есть заступник на небесах. Бог сирот и вдов и наших коров. Вот так. Ты тоже так на экзаменах... Что я тебе говорю, не случайно. Здесь они рыскают, придумают. Бабку нанимает он. Милиционер стоит-то. Вот машины идут, а тут переход внезапно. Она идет. А он прям едет, он стоп. А бабка уже на той стороне. Вон ему штраф. А штрафа 10% как этот, который наблюдатель там за всем наблюдает-то, приезжал к брату. И она у него здесь на стриме стоит. Витя едет. Она стоит нормально, он едет. Только он подъезжает слишком, она прям чуть не под колеса лезет. А миллиционер рядом, его не видно. Он сразу, стоп, Витя штраф выписал. Ловят. Тебя будут ловить прямо около дома. Знают, скажут, что у тебя денег много, скажут, надо его обесценить. Так что сиди там. Отдал, загнал около Андрея там. Это же можно где. Там никто и не позарится. А уже подъезжать наши будут, а другую комнату надо приготовить будет. Если будут с детьми, тут кто-то хотел, я домик дам. Вот если бы Вальтер-то приехал, тут было бы здорово. Ну никак. Он сильно привязался к нам. Это наше расположение друг к другу. Он и отец мой там и... А вся родство баптисты. Они там его трепет живого места, говорит, нету. А слушать ничего не хотят. Мы свободная церковь. Так и называется свободная. Поэтому в штанах ходит она накрашена. Мы свободные. Главное это верить. Как сатана обольщает по-разному. У нас обложились фарисеи. Тут со всех сторон правило на правило. С чего сроду не написано нигде. Надо занимать золотую середину. А вот наша церковь... Я говорю, ну тогда спроси, с какого года она пошла, эта церковь? 25 лет. Ну еще 25 лет назад Христос умирал за людей, пришел и создал. Я создам церковь. В день Пятидесятницы. 2000 лет назад. Они не хотят ничего слушать. Ну активные такие, то в честь какого-то вознесения или чего-то образуют они там гонку на мотоциклах официально. Говорю, да где же в Писании есть? Так это дружба. Ну то есть... Святых не знают и поэтому. И мать, и отец. Как, говорит, ребятишек отдавайте, мне отдавайте. Я говорю, ну и сестра Даша, они не твои. Отдавать, то есть пока на работе, а он водит машину, дальнобойщик, не знаю там, какой маленький автобус или что. Вот. Ну все, хлопцы, давайте с Богом. С Богом и Богом. С Костей Христос. Благодарю. Аллилуйя.